Продолжение следует... Реабилитация в стопы. После проходила реабилитацию в одной из московских клиник. На ее счету около 20 ролей в таких картинах, как «Человек идет за солнцем», «Тени забытых предков», «Семь стариков, одна девушка», «Следствие ведут знатоки» и других. В 1976 году ей присвоили звание «Заслуженной», а в 1990 – народной артистке РСФСР. Бестаева родилась 13 июня 1937 года в Грузинской ССР. В 1961 году окончила в ГИК. После института работала в Театре имени Моссовета. Первую роль в кино Бестаева сыграла в 1954 году в короткометражном фильме «Человек за бортом». Это была курсовая работа трех студентов ГИКа, выполненная в комедийном жанре. Главную роль в кинокартине исполнила Людмила Гурченко, на тот момент студентка четвертого курса в ГИКа. Музыку «Человек за бортом» написал Михаил Таривердиев, который в то время учился на четвертом курсе Российской академии музыки имени Гнесиных. Следующее появление Бестаевой на экране состоялось в 1958 году. Тогда она исполнила главную женскую роль в музыкальном фильме «Матрос с кометы». Актриса также снималась в таких фильмах, как «Роман и Франческо» 1961 года, «Тени забытых предков» 1964 год, «Семь стариков и одна девушка» 1968 года выпуска, «Следствие ведут знатоки», «Полуденный вор» 1985 год. Бестаева считалась одной из самых красивых актрис советского кино. Продолжение следует...